Вот это что? Это же пожарная безопасность. Здесь живут люди. Смотрите, шкаф в каком состоянии. Это ведь пожарная. Вот посмотрите, это пожарка, все. Это настоящий крик отчаяния. Оксана Михалева живет в доме номер 8 на улице Лавочкина с 1992 года. Само здание – бывшее общежитие. Оксана сначала просто занимала комнату, а затем приватизировала ее в собственность. По словам женщины, с тех самых пор в коридорах, на кухнях и в санузлах ни разу не было ремонта. Крысы и тараканы чувствуют себя здесь полноправными жильцами. Этот душ весь грибком порос. Посмотрите, он весь в грибке. Это же все легкие человека, чем мы дышим. Вот так живут люди. Извините, это безобразие просто-напросто. Все черное. Здесь все черное. Можно сделать хотя бы косметический ремонт. Счистить, пошпаглевать и покрасить. Можно? Можно. Косметический ремонт. Всего в девятиэтажке 36 квартир. В каждой по 8 комнат кухни и санузлы общие. Люди живут здесь среди прогнивших стен, в антисанитарии и упадке. При этом плата за квадратные метры в бывшем общежитии складывается в невероятные суммы. Муж. И жилая площадь у него составляет 12 квадратных метров. Комнатка 12 квадратных метров. А у вас? У меня 18 квадратных метров. По одной платежке выходит 4 тысячи с копейками. По второй 6,5 тысяч. Вот 10,5 тысяч за 30 квадратных метров в жилой площади я плачу за коммунальную, за квартплату. За ответом на вопрос, почему при таких высоких ставках за коммунальные услуги дом находится в таком плачевном состоянии, мы отправились в офис управляющей компании эксплуатации сервис МАИС-1. Располагается он здесь же, на первом этаже. Директора на месте не оказалось, поэтому с расспросами мы обратились к коменданту. Разговор, правда, оказался довольно невнятным. Расскажите, пожалуйста, когда делали ремонт и вообще почему в таком состоянии находятся помещения туалетные, кухонные? Я здесь сравнительно недавно. Ремонт делается по мере возможности. То есть не везде сразу делается, допустим. Но какие-то секции выбираются, где-то делаются, где-то пока не делают. А должны, вот как часто должны делать капитальный ремонт и косметический? Ну, косметический раз в год. Ну, там видно, что там ни раз в год, ни в пять лет, ни в десять лет не был сделан ремонт. Ну, пока такая ситуация на данный момент. Подобные ответы жильцы дома слушают год за годом. Люди признаются, терпение лопнуло. В ближайших планах жильцов как можно скорее сменить управляющую компанию с частной на муниципальную. Наш телеканал продолжит следить за ситуацией.